всем привет дорогие друзья наши приключения продолжаются в таиланде здесь очень-очень жарко сегодня у нас 14 января 2020 год мало ли кто будет когда смотреть это видео в общем мы решили ну как сейчас же в принципе по таиланду очень многие путешествуют поэтому видел по таиланду очень-очень много за что всем блогерам отдельное спасибо потому что ты в принципе когда уже едешь страну ты уже знаешь что тебя здесь интересует что посмотреть где искать и что-то там увидишь что тебя ждет хотим сейчас сходить на рыбный рынок посмотреть что там как и попробовать вкусно это какой-нибудь чесночном соусе один километр от храма истины мы шли пешком здесь я хочу показать что тоже изображение короля и вот пришли мы на рыбный рынок и хочу сказать что встречает такой запах жженых продуктов смотрите уголь горит и будем сейчас посмотрим с вами что есть на этом рыбном рынке потому что сюда сегодня идут многие какие-то приправы и мидии или улитки вот рыбка красивая кальмар 280 рублей напоминающими у нас 14 января цена актуальна на 14 января 2020 года кальмар по 280 по 250 рыбка по 290 я так понимаю что здесь вот это все можно купить и потом это приготовят такие ракушки какие-то под ногами все хлюпает и смотрите одновременно и зелень в том числе продается также здесь стоит 280 а это что такое я не рыбная душа вот такого восторга от этих всех ракушек у меня нет единственное что я люблю это креветки а здесь пройти с бочкой воды не могут все удивляюсь как они при таком количестве народу это же представитель сколько людей любят вот эти вот все рыбные продукты и мне сказали что когда мы на самолете летели я вот видела там такие ему прямоугольники в общем островки такие с водой что это вот все ферма где разводят креветок но я не знаю правда насколько это так но знаю что я тут точно с места не извинишься не пройдешь с этими бочками с этим бочками так так вот я даже не знаю что это такое вот это что такое по 60 а две по 100 может быть это устрица там по 180 ракушки так смешно говорят то есть я за этими бочками пройти не могу там встала и не туда и не сюда каким-то образом обогнать что ли это крабы наверно по 500 по 500 бат а вот они креветки крупные двести пятьдесят еще крупнее двести шестьдесят поверните налево мы уже пришли а мне навигатор говорит куда повернуть по двести тридцать смотрите какие мы привыкли что у нас уже вареных продают а здесь вот они живые ползают по двести тридцать бат это четыреста шестьдесят рублей получается здесь вот такая вот совсем свежая рыбка по сто восемьдесят бат вот говорят в соли и очень вкусно готовят вот это по сто двадцать бат ну умножайте всем сразу говорю на два в рублях это будет двести сорок соотношение к рублю а к доллару я не могу высчитать такие какие-то что что это такое я не знаю по 800 бат в общем это знаете здесь оксана пришла в свою стихию потому что она вот это вот любитель все этой рыбки по двести креветки по двести шестьдесят кальмар сейчас надо будет у оксаны спросить где все это готовят крабы по 380 оксана где все это готовят что такое я не могу понять что это больше нет 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 не а вот это что такое смотри это это же есть лобстеры правильно а это вот лобстеры это знаете те которые наши вот олигархи то любят лобстеров да вот они вот эти лобстеры сейчас возьмем на пробу за 400 бат они ничем почти я не хочу лобстера ты бери тогда что себе я привет так возьму а где это будет готовить это будут будут работать повара хорошо по 350 более крупные да нет но они почему-то не ценили вот цель их экономить и вот сушености у нас тоже видите все продаются здесь 150 здесь дешево 150 это 300 рублей а у нас это стоит в продаже 1200 за килограмм и они причем почему-то надутые такие пакеты почему они надутые у меня креветки они они же там шевелятся прыгают не знаю как я сейчас все это буду есть няу суши они вот этот речь тайцев напоминает мяуканье котов ладно очень часто цена сказала где-то за 20 бат нам это все приготовят ну 20 40 какая разница а они без приправ там чтобы чеснок допустим добавили а это надо купить еще отдельно я конечно эту систему не очень понимаю а ну то есть у них у них нету это где готовят таки пикнич пикнички отдыхают вот елки-палки вечное лето живут люди и вечное лето ну а мне сейчас оксана сказала с юрой что идем мы готовить вот это вот чудо все которое взяли здесь же разделанная манга тоже лежат я хочу туда на набережную зайти мне как-то больше море привлекает хочется сесть на море посидеть на воду полюбоваться мы все по каким-то этим макашнице ну что где оксанта я чё-то не поняла дошли мы до того места где готовят все это дело здесь вот ты отдаешь свою продукцию как-то с вентилятором смотрите кто что готовит кто креветки кто кальмары кому-то рыбку соли запекают под номерами да я не снимаю его на качелях а? что места нету? ты на качелях хочешь? у меня эти зрители посмотрят скажут вот это места мы выбираем а куда я не поняла вот это все я не знаю я это стою вы мне ничего не говорите так так и буду сидеть с этими с кривитосами с такими нет так вы бы сказали я ж не знаю что делать то сейчас сейчас узнаем сейчас все скажем а вот такие вот номерочки делают в каждый пакетик чтобы отличить где чье ну здесь наверное час будут готовить смешно да нет быстрее ну тут очередь такая с трескопом ну у них все налажено ведь уже все налажено и выдают счет наверное нет счет просто будет в общем Оксана говорит что им это место показали тайцы но я сейчас была в шоке от того как они моют посуду в тазах вот один таз стоит второй таз стоит третий таз и думаю господи дай бог не отравиться от всего от этого в общем ну не знаю я как то конечно больше подсевильнее люблю чтобы в кафе чтобы все это как то чистенько было тут роспотребнадзор отдыхает посмотрели бы они как это все готовится как это все делается но креветки я думаю ладно они же вроде бы это их чистить надо так что в принципе даже если грязная посуда наверное не критично в общем здесь нужно наверное пожить какое-то время чтобы ко всему к этому привыкнуть и если ты уже привык то в принципе тебе ничего не будет наверное да а я решила отойти сейчас наши за столиком все сели ждут пока приготовят я думаю что ждать на минут 20 это минимум а то и 30 а то и 40 потому что там реально огромная очередь из тайцев вот тайцев вот пользуются популярностью все это делают они там живут что ли наверху много таяк оттуда выходит и понимаете что вот меня что здесь удивляет что вот на фоне допустим вот этого мусора да кругом очень дорогие машины кругом то есть приезжают ведь приезжают же не иностранцы приезжают сами тайцы ну посмотрим вот здесь вот ловят рыбу вот вот здесь как-то посвободнее сесть можно туалет но здесь может быть не готовят вот смотрите здесь о-о-о-о-о-о-о-о вода слушайте вот это вода вода бригрязная бригрязно вот где грязная моря вот и грязная А это вот такие вот домики, то ли сами таяц там живут, то ли сдаются, это как-то в аренду домики. Домики стоят прямо на воде. Вид отсюда открывается красивый, и вон там прямо храм истины, в котором мы сегодня были, и от которого, между прочим, мы сюда дошли пешочком. Пешочком дошли. Оксана с Юрой уже догоняют, решили там не сидеть тоже, не ждать, хотя бы на воду посмотреть. А то там такие запаси своеобразные, соответствующие. Ну рыбные, рыбные, для любителей рыбы вообще шикардос. Мы наконец-таки принесли наш заказ, каждому свой заказ, и вот приготовили вот эти вот креветки на грит. В принципе они не добавляют сюда никакие специи, ничего сюда не добавляют. Вот таким вот образом все это выглядит. Видите, я переживала, знаете, за что, за посуду. Я как-то увидела посуду, как они моют, думаю, елки-палки, как я это буду есть. А принесли вот таких вот одноразовых пластиковых контейнеров, и мне сразу же с этой точки зрения полегчало. Потому что я думала, как-то не хочется мучиться желудком, когда хочется отдыхать. Давайте вместе с вами попробуем. Креветки. Креветки такие вот огромные. Огромные креветки. Как же я люблю? Ну, мы так как сегодня находились, мы очень-очень большую территорию прошли, поэтому взяли пиво здесь местное. И пиво, в принципе, оказалось вкусное. Вот что я интересовался. Я пиво очень редко купила, но сегодня уже пришлось это сделать за компанией вместе со всеми. И хочу сказать, что пиво достойно. Это то, что мы едим. Небо и земля, да? Это креветки, которые плавали и поудыхались. Но, знаете, я вообще долгое время не знала, что креветки, оказывается, на самом деле зеленые. Я всегда их видела вареные, и мне всегда казалось, что они вот такого вот оранжевого цвета. А они, оказывается, вот такие. Мы взяли, мы взяли вот такой вот соус, там они входят, как просто. Очень много не макают. А Фаня говорит, что он дико острый. А меня все пугают острым, но я острое пищу люблю. Поэтому мне нормально. Наоборот, хорошо, одно вещество улучшается, когда острое жжет, конечно. Причем самое, что удивительно, креветки, они без соли. То есть без всего. Но вот за счет вот этого соуса, в котором содержится очень много перца. Ну, собственно говоря, он и сделан. Очень хороший. Исключительно из перца. Видите, здесь зерна. А там, кстати, и продаются. Ты видела, там продаются маленькие перчики. Слушай, мне кажется, у Лены больше... Лена, там волки-носина? Не знаю, но мне что-то вот еще вот такое вот попало. Это креветка. Это креветка. Это штука к ней приросла. Какой? 8? 8? 8. Еще. Следующая порция. 8. Но вот это же не едят? Нет. Как мы с мамой рассматривали, что же есть. Но тут, видимо, рядом с креветками были крабы. Поэтому, соответственно, крабы там массивные. Слушай, ну, как тебе приедут? Ну, как они могут быть несуты? Конечно, они их привезают. Это того стоит. Кому пиво, говорите сразу. Мне 0,5-го, это за глазами. Пиво? Ну, хочу сказать, что если кто-то не знает и будет в Паттайе, то приходите на этот рынок, доходите практически до пляжа. Ну, там, вернее, не пляж, а, не знаю, Пирс. А Дильпина прямо на север. Ну, я думаю, что те, кто сюда приезжают, то не знаю. Но если вдруг вы в первый раз едите, то это место, которое стоит посетить. Хотя бы для того, чтобы поесть таких вот свежих вкусных креветок. Показываю, чем закончилось наше пиршество. Я не думала, что я могу съесть килограмм креветок, но я их съела. В общем, съели все, наверное, по килограмму, да? Съели все. Ну, причем Руслан рассказал, что может быть белковый перебор, что креветки это чистый белок и что их сильно много есть нельзя на самом деле, иначе могут быть проблемы с печенью. Поэтому говорю всем сразу, что больше килограмма в день мы есть креветок не будем. Хотя здесь удержаться очень сложно при такой стоимости на креветки, и при том, что они, собственно говоря, свежие, живые, можно сказать. То это, конечно. А посмотрите, какой красивый-красивый закат. Вы посмотрите, какой закат розовый. Видели? Всегда так? Вот именно здесь, да? Такая красота. Прям вот я смотрю, причем вот так вот, когда прямо смотришь и через телефон. Через телефон более розовое все это дело. Прям вообще шикарно. И сейчас у нас пол седьмого вечера. Очень красиво. Я кошек вообще обожаю. В общем, все, дорогие друзья. Возвращаемся мы на тук-тук. У нас дальше опять большая программа. Собираемся мы, конечно же, на массаж. Потому что массаж за копейки, это, по-моему, непредаваемое удовольствие. Оксана Санурей. В той жизни я жила в Тайланде, чтобы встали. Я это чувствую. В общем, после рыбного этого рынка все довольные, счастливые. Возвращаемся в номер. Сейчас быстро переодеваемся. И идем дальше уже знакомиться с ночным Таиландом. Ну, мы сейчас знакомимся с ночной жизнью Паттайи. Ну, на самом деле, не такая, что она пока и ночная. Начинается у нас все по восьмого вечера. Идем мы сейчас на тайский массаж. Хотели еще подняться на крышу отеля Сям-Сям, если получится. А потом хотели прогуляться в магазин. Фестиваль или фестивальный? Фестиваль. Фестиваль. Добрый вечер. Идем сначала на массаж. Программа насыщенная. Некогда отдыхать, понимаете? Потом Бикси. А Сям-Сям? Я не поняла, Бикси или фестиваль? Бикси хочется, Сям, фестиваль. 21-й. Короче, идем на массаж и там подумаем. Куда мы пойдем, это загадка. Куда ноги понесут. Вот их в центре здесь две улицы, да, получается, в центре. Вот они идут параллельно друг к другу. Акрашная Волошинская, написано, от 1000 до 3000 квадратов. О-о-о. Ну, вообще здесь бронзинах вообще это не советую. Но тут они плохо красят, это я знаю. Черный цвет. В общем, вот это мы идем по второй. Это вторая пляжная, да, по-моему она называется? Это не первая, это вторая улица называется. Вторая улица идет. Они идут, видите, параллельно друг к другу. Вот на этой улице почему-то Оксана с Юрой облюбовали массажем. Кажется, что здесь он лучше и дешевле, да, здесь цены на этой улице? Почему вот здесь именно на этой? Мы вот ходим сюда от нас, ну как это в качестве прогулки, где-то сюда идти минут 20, да, где-то? Ну да. И им нравится, как здесь делают. Сегодня пришли, в общем, делать ноги. Вчера мы делали оео массаж, это когда с маслом. Сегодня делаем... Такая приятная здесь атмосфера, такое мягкое, уютное кресло. Сейчас, знаете, так развлечься и лежать, получать удовольствие. Больше, в принципе, ничего в жизни не надо. Самое, что интересно, что здесь, это на каждом углу. Оксана говорит, они ждут целый год для того, чтобы здесь каждый день ходить. И мы уже подумываем о том, чтобы ходить два раза в день. Почему нет? Ну-ка, 200 бат, да? 200. 200. 200? А, 100. 200 рублей. Посмотрите, час целый, делаем ноги. 200 рублей. Может здесь поселиться? Нет, это мое вообще, это моя стихия. Останемся здесь. Посмотрите, какая прелесть. Представляете, целый час только чисто исключительно ноги массируют. Какая красота. В общем, будем завтра пробовать еще другие виды какие-то. А, и здесь, видите, какая традиция, что перед тем как... Ну, не традиция, а правило такое, что перед входом в массажный салон все разуваются. Сами тайки-массажистки без тапочек. Вообще все тапочки оставляют снаружи. Здесь есть вот такие вот макашницы. Они тут ездят с едой и точно так же с одеждой. Вот смотрите, сейчас остановилась по 100 бат вся одежда. Ну, понятно, что, конечно, на худеньких, на стройненьких. Но вот если, допустим, сороковой размер, вон сарафанчики там какие-то. Платица продают. Вот. 100 бат, 200 рублей любая из этой одежды. Мы сегодня в обменнике. Я взяла вот такую карту. Там лежит вот эта карта. В большом количестве лежит. И бесплатно ее раздают. И здесь вот такая пометка вот про фрукты. Что фрукты вы можете отличить. Вот по этим картинкам будете знать, как называются все фрукты. Я вот поняла, что карамболу нет. Не пробовала. Так. Все, спасибо. До свидания. Yes. Так, идем обуваться. Идет следующая партия за нами. А вот так вот заряжаются эти... Техника заряжается на улице. Сейчас покажу, как еще кушают. Вот таким вот образом кушают. Вот здесь же на ступенях еда. Вот так вот садятся. И прямо здесь перед салоном кушают. Ну, то есть это распространенное явление. В общем, после массажа меня опять привели в это... Опять есть привели. В это кафе есть. Они постоянно хотят есть. Я удивляюсь. Здесь такая жарища. Они хотят есть. Навернули по килограмму клевета. Плюс еще кальмары. Нет. Ёк, смотри. Это кальмары. Мы килограмм на двоих съели. А на килограмм на одного, да? И выкинь на нас в килограмму. Давай, кто еще хочет есть? В общем, опять хотят есть. Так вы еще кальмары ели? Кальмары один, маленький кальмары. Сходили, буквально сделали массаж. В общем, они хотят опять есть. Так, здесь вот такие вот есть шейки. По 40 бат, по 40 бат. Вот это арбузный шейк, банановый шейк, манговый шейк, томатный есть, ананасовый есть, яблочный, папайя. И пить не будешь? А у них фруктовой тарелки нет никакой здесь? О, о, фруктовая тарелка. Да? Или это это, шейки? Шейки. Это шейки из фруктов тоже, что ли? Мне кажется, томатный смузи. А, это смузи. Не берут? Ананас, манго, папайя. В общем, по 40 бат. Ну, ребята покушали, я не знаю. У меня уже сил, конечно, на еду не хватает. И просто попелошейк. Вот это улица красных фонарей. Здесь есть Оукин стрит, а есть улица красных фонарей. Вот такая зажигательная улица. Но я, честно говоря, сама на ней впервые, я еще не видела. Но я так понимаю, что здесь девушки легкого поведения сидят. Со старичками, с разными. Кто с чем? Кто как весело проводит время. Но людей, как видите, на улице не очень много. Хотя времени сейчас пол-одиннадцатого вечера. Такая вот оживленная улица. Улица разврата. Ну, вот я хочу сказать, что у меня раньше такое предвзятое отношение было. Я думала, что здесь везде, да, в Таиланде. Но на самом деле это вот одна улица только такая конкретная. Улица для мужчин. Ляшу, танцую. Слушайте, вот иду я и думаю. Как хорошо, что у нас такого нет. Шум, гам, тарарам. Чтобы продолжение следует, оставайтесь с нами. Увидимся в следующем году. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»